Здравствуйте! На ваших экранах передача «Здоровье» в рамках объявленного на нашем телеканале «Года здорового образа жизни». Сегодня мы поговорим о здоровье детей. К сожалению, в последнее время все чаще у маленьких детей, даже у новорожденных, врачи наблюдают патологию сердца. В некоторых случаях, чтобы сохранить ребенку здоровье и жизнь, приходится прибегать к оперативному вмешательству. Сегодня у нас в гостях человек, который делает сложнейшие операции на сердце у новорожденных младенцев. Это детский кардиохирург, заведующий Центром детской кардиохирургии Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака Игорь Юрьевич Мокрик. Ваши вопросы доктору задавайте по телефону, который вы видите на экране. Мы работаем в прямом эфире. Игорь Юрьевич, давайте для начала мы с вами поговорим о том, как же работает здоровое сердце и как работает больное. Где там патология может быть? Какая патология в сердце? Патологией сердца является любое анатомическое препятствие, либо аномальный дефект, который изменяет ток крови. В норме кровь попадает в правые отделы сердца. Оттуда она выталкивается через магистральный сосуд, который называется легочная артерия в лёгкие, отдаёт углекислый газ, обогащается кислородом, возвращается в левые отделы сердца и выталкивается в другой магистральный сосуд, который называется аорта. И поэтому сосуда также по его ответвлениям вся эта кровь попадает к клеточкам организма и несёт туда кислород и другие необходимые организму вещества. Так вот, если где-нибудь на этом пути от момента входа крови в сердце до момента его выхода из аорты наблюдается обструкция, то есть сужение, наоборот, дилатация, либо между камерами сердца, которых есть четыре те или иные значительные дефекты, либо на уровне клапанов сердца какая-то патология, всё это считается врождённым пороком сердца и является предметом интереса кардиологов и кардиохирургов. В случае, если изменения значительные, мы предпринимаем теряные действия для того, чтобы их устранить. Если незначительные, мы просто наблюдаем. Если незначительные изменения, можно ли потом последствия по мере роста ребёнка вылечить эти незначительные изменения? Несомненно. В случае, если дефект настолько мал, что риск вмешательства превышает риск жизни с этим дефектом, мы не вмешиваемся. Мы просто наблюдаем и оцениваем состояние ребёнка или в последующем уже взрослого человека. Иногда изменения настолько малы, что они могут быть замечены только при специальном обследовании, таком как эхокардиография. И не требуют никаких серьёзных вмешательств, просто наблюдения. В случае, если динамика нас не совсем устраивает, мы опять-таки предпринимаем определённые мероприятия, в основном терапевтические. Назначаем медикаменты и так дальше. Для того, чтобы оценить, может на медикаментах есть возможность избежать операции. И так ведём этих больных. И только тогда, когда мы видим, что никакие из наших усилий не приводят к нормализации состояния, мы принимаем решение о том, что, да, необходимо оперировать. Операция – это всегда серьёзно, всегда риск. Поэтому мы всегда стараемся её избежать. И только тогда, когда мы видим, что это невозможно, и риск жизни без операции выше, чем риск самой операции, тогда мы её рекомендуем и делаем максимально хорошо для того, чтобы без каких-то либо проблем. После неё ребёнок, либо взрослый с врождённым пороком сердца жил нормальной жизнью и чувствовал себя хорошо. Игорь Юрьевич, а почему возникают пороки сердца? Из-за чего? По каким причинам? В медицинской литературе ответ на этот вопрос скрывается, я бы так сказал, за термином мультифакторная этиология. То есть, о чём это говорит? О том, что конкретные причины, которая привела к возникновению того или иного врождённого порока сердца, зачастую тяжело назвать. Среди наиболее распространённых называют, несомненно, генетические факторы, которые в последнее время всё больше и больше занимают место в публикациях. Находятся дополнительные данные о том, что те или иные генные мутации приводят к возникновению определённых врождённых пороков сердца. Влияние тератогенов, то есть, веществ во время формирования сердца на ранних сроках беременности также имеют своё серьёзное место. Например, доказано, что ионы лития такого металла, подействовав на сердце, могут вызвать аномалию, которая среди медиков именуется аномалией Эпштейна, патология трёхстворчатого клапана. Безусловно, экологические факторы, исходя из только что сказанного, имеют определённую роль. Употребление тех или иных вредных веществ, вредные привычки в периоде подготовки к беременности или самой беременности, несомненно, также играют свою роль. Поэтому, когда семья готовится к беременности, они должны понимать, что всё, что они делают, это серьёзно и это может сказаться на здоровье ребёнка либо в хорошую, либо в плохую сторону. То есть, за... Если плохие привычки, значит, это в плохую сторону. Значит, от них надо избавляться. То есть, здоровье ребёнка, безусловно, в руках его родителей с самого начала. Поэтому об этом надо помнить. Скажите, пожалуйста, а можно ли обнаружить патологию сердца ещё во внутриутробном развитии? Несомненно, несомненно. И что делать в таких случаях, чтобы убрать эту патологию? Или только ждать появления ребёнка на свет? Если на первом, либо втором, либо каком-либо из визитов врачу-диагносту, который занимается прионатальной диагностикой, обнаружилась та или иная патология сердца. Единственный доктор, который может проконсультировать о том, что это за патология и каковы перспективы с ней связанные для здоровья ребёнка, это кардиохирург, который видит этих детей, когда они рождаются, если необходимо, делает операции и видит, что происходит с детьми после этих операций. То есть в случае, если обнаружен врождённый порок сердца, обязательно, обязательно нужна консультация детского кардиохирурга. То есть именно того специалиста, в сфере ответственности которой лежат врождённые пороки сердца. Практически ко всем врождённым порокам сердца на данный момент разработаны те или иные хирургические вмешательства, которые либо позволяют восстановить норму, либо позволяют, как минимум, спасти жизнь ребёнка и дать ему качество жизни приемлемо. Обо всём об этом мы говорим родственникам. Скажите, пожалуйста, вы можете оперировать и можно ли оперировать ребёнка, который вот только родился, но уже у него поставлен диагноз о врождённом пороке сердца, но он ещё слишком малый, вот только родился человечек, можно ли приступать к оперативному вмешательству вот в таком раннем возрасте, совсем раннем? Нам тоже их жаль. Но, к сожалению, есть категория детей с врождёнными пороками сердца, которая называется «критические врождённые пороки», операция, которым показана практически в момент установления диагноза. Если диагноз установлен в первые дни жизни, то эта операция, несомненно, у критического больного ребёнка должна пройти в первые 2-3 недели. И такие операции делаются в вашем центре? Да, такие операции делаются и у нас. И для того, чтобы успешно их сделать, недостаточно одного подготовленного хирурга или кардиохирургической бригады. Несомненно, нужна система здравоохранения в регионе, которая готова к качественному выявлению, хирургическому лечению и, что очень важно, выхаживанию этих детей в послеоперационном периоде. Именно поэтому в большинстве стран мира детская кардиохирургия является индикатором развития детского здравоохранения в том или ином регионе или стране. Если она на хорошем уровне, то это значит, что этих детей вовремя выявляют пренатальные диагностики, которые направляют их к хирургам. Хирург описывает родственникам все перспективы, связанные с этой операцией. Рекомендует возможность родить этого ребенка поближе к кардиохирургическому центру. Коллеги акушер-гинекологи проводят беременность, и это в Донецке делается на очень хорошем уровне, позволяют родиться этим детям. Неонатологи, которые тоже очень хорошо у нас подготовлены, по крайней мере те, с кем мне приходится тесно сталкиваться, они знают, что делать, какие медикаменты назначить этим детям, чтобы он в силу тех изменений, которые у него происходят сразу после родов, не умер, а продолжал жить. Транспортируют его к нам, и мы уже предпринимаем те или иные хирургические вмешательства. Но очень важно после этих операций, когда, дай бог, все проходит нормально, еще и выписать ребенка по месту жительства. И там коллеги, врачи, педиатры, детские кардиологи, опять-таки, должны его наблюдать, должны мониторировать его состояние. В случае, если что-то беспокоит, связываться с нами. Я могу долго на эту тему говорить. Это очень серьезная тема и очень серьезный разговор, но мы его преодолеваем и преодолеваем, я считаю, успешно. Ну, кроме кадрового состава, скажем так, нужна еще аппаратура, современная аппаратура, точная аппаратура. Безусловно. Она у вас есть? Слава богу, у нас она есть. Отлично. Я хотел бы поблагодарить и усилия нашего государства, и усилия меценатов, которые нам помогают, за то, что у нас хорошо оснащенный кардиохирургический центр. И та аппаратура, которая необходима для выхаживания этих детей на данный момент, она у нас есть, и что немаловажно, есть люди, которые знают ее и умеют на ней работать. Считаю, что кадры в этом случае действительно решают все, но без качественной аппаратуры они мало что могут, а с качественной аппаратурой они могут себе позволить очень много. Безусловно, нам очень сильно поможет открытие нового кардиохирургического корпуса, который сейчас строится на территории ИНВХ, потому что это расширит территории, на которых мы можем выхаживать этих детей. У нас не будет определенных лимитов по возможности принять ребенка, подготовить к операции и выходить после операции. То есть поток пациентов возрастет. Несомненно, тогда мы сможем оказать еще большему количеству детей ту помощь, которую мы оказываем. Сколько приблизительно операций в год вы делаете? На данный момент количество операций приближается к 250 в год. Это, если сравнивать с тем, что делалось 5 лет назад, порядка в 5 раз больше, но это не та цифра, к которой мы стремимся. Потому что я думаю, что то количество детей, которые рождаются не только в Донецкой области, а и в Донбассе, в Луганской области, которые едут к нам в близлежащих других областях Украины, позволяет нам говорить о том, что мы сможем ежегодно выполнять минимум 500 операций того или другого уровня сложности, сделанных тем или иным способом. Но это говорит о том, что и деток с врожденными пороками сердца становится больше? Или просто количество из-за того, что к вам едут из других областей? Я бы сказал так. Количество детей с врожденными пороками сердца, если судить по тем исследованиям, которые опубликованы в мировой литературе, начиная с 1955 года, мы имеем данные, которые проводятся на эту тему, оно одинаково, независимо ни от страны, ни от времени исследования. Приблизительно 1% всех детей, которые рождаются живыми, они имеют те или иные врожденные аномалии сердца, которые должны являться интересом кардиохирурга, имеют риск быть, скажем так, достаточно серьезными, чтобы думать об операции. Если говорить о незначительных аномалиях или тех, которые на перспективу могут стать серьезной патологией, то их количество может вырасти в 5 раз. То есть это довольно большая патология, которая требует очень серьезной работы со стороны детских врачей и не только кардиохирургов, а тех, кого я назвал, которые работают вместе с нами и без совместной командной работы, с которыми результат хороший не достижим. Игорь Юрьевич, врожденная и приобретенная патология сердечной мышцы у детей, есть ли разница между этими понятиями какая? Врожденная патология сердечной мышцы, для того, чтобы сказать понятным языком для телезрителей, это проблема сократительной способности сердечной мышцы, которая встречается уже в внутриутробном периоде. И видно, когда коллега-фитальный эхокардиографист визуализирует сердечко ребенка, либо она проявляется сразу после рождения ребенка. Причины этого могут быть разные. Либо врожденный порог сердца, такой как артальный стеноз, который, возникая на самых первых этапах закладки сердечной мышцы, вызывает определенные изменения в том, как циркулирует кровь в самом сердце, и в результате внутри сердечной мышцы возникает как соединительнотканный каркас. Это называется фиброэластоз. Редкая, но очень грозная патология, с которой, к сожалению, ни медикаментозными, ни хирургическими методами справиться нельзя. Это доказано. Единственный вариант – трансплантация сердца. Есть патологии, которые связаны с инфицированием ребенка в общем и непосредственно сердечной мышцей. Такое понятие, как миокардит, которые могут возникнуть и у новорожденных, и у детей более старших. Тогда это предмет, безусловно, интереса детских кардиологов, которые успешно могут этой проблемой заниматься и привести к полному излечению. Есть другие патологии, которые по данной мировой литературы только в 20-25% случаев могут быть связаны с каким-то влиянием то ли каких-то инфекционных агентов, то ли каких-то токсических агентов. Но это так называемая миокардиопатия, которая также является больше интересом детских кардиологов или вообще кардиологов, чем кардиохирургов. А скажите, пожалуйста, до какого возраста у вас детки лечатся? То есть до какого возраста вы еще их оперируете? И потом, если вы не оперируете, но операция должна быть в дальнейшем, просто кардиохирурги занимаются или потом уже не оперируют? Внутри коллектива шутим, что самый старший ребеночек, прооперированный у нас, это был мужчина, по-моему, кстати, даже из Макеевки, возрастом порядка 60 лет. То есть он доносил свой врожденный порог сердца до этого возраста. Организационно считается, что детский возраст у нас до 18 лет, то есть это без вопросов наши пациенты, несмотря на то, что иногда у них могут быть те патологии, которые в большинстве своем встречаются у взрослых, такие как стенозы клапанов, когда необходимо эти клапаны менять или делать их пластику. Эти операции делаются у нас. В случае, если встречаются пациенты, вот как тот, которым я вспомнил, ну что же, эти детки, они тоже чьи-то детки, в том числе и наши, поэтому мы им помогаем и помогаем успешно. Ну, то есть пройдя оперативное лечение, можно дожить до преклонных лет, как упоминаем мы вами ваш, когда-то бывший малолетним пациентом. Вот. Это не так страшно? Вот говорят, оперативное вмешательство, тем паче на сердце, но это же уж совсем страшно. Или не страшно? Вспомните свой первый поход к коллеге-стоматологу. Это страшно. Страшно. Вообще, любая болезнь, это страшно, и это плохо, этого не должно быть. Безусловно, такая грозная патология, как пороки сердца, я не могу сказать, что это что-то, что не должно вызывать переживание. Это неправильно. Это всегда переживание, это нормально. Наоборот, когда человек не переживает по этому поводу, это неправильно. Это проблема, которой надо заниматься, но не надо паниковать. И как раз это в состоянии паники пациенты забывают обратиться именно к тем специалистам, которым должны. Когда люди паникуют, они начинают думать, да, перерастет. Это тоже вариант паники. Ходить, скажем так, не к профессиональным медикам, я не буду говорить, кем. Это тоже неправильно. Собраться и обратиться к кардиохирургу. И качественную консультацию кардиохирургу расставить все на свои места. Не обязательно, если кто-то сказал, что ребенка порок сердца, ему надо оперироваться. Часто бывает, что люди приходят к нам с диагнозом и уже готовы на операцию, и мы видим, что там нечего делать. Кардиохирургу лучше подождать, лучше посмотреть. В нашем центре мы никогда не не сторонники большей радикальности, чем меньше. Если есть возможность не оперировать, я повторюсь уже, риск операции выше, чем риск ожидания. Мы не оперируем. У нас достаточно серьезных пациентов, которым операция является жизнеспасающей. Но тогда, когда она показана, то ли это плод, который еще не родился, но мы считаем, что это ребенок, это живой человек. И мы именно так к нему относимся. Мы говорим, здесь надо будет, скорее всего, вот это вмешательство. Либо это ребенок, уже родившийся, либо это старший человек. Мы рассказываем, и люди уходят от нас более успокоены. А почему? А потому что очень часто, я не знаю, откуда, но они берут информацию о том, что порог сердца, это половина умирает. Это все инвалиды после операции и так далее и тому подобное. Я бы этого не говорил, если бы я с этим не сталкивался. Но это неправильно. По данным Европейской ассоциации кардиоторакальных хирургов, нормальное число, скажем так, плохих исходов при относительно простых врожденных пороках сердца не должно превышать 1%. То есть из 100 прооперированных проблем могут быть у одного. И мы достигли этого уровня. При более сложным 5%. То есть из 100 прооперированных 5. Это много или мало? Но если сравнивать с некоторыми другими патологиями, такими как рак и так дальше, то это немного, я считаю. Поэтому нечего, я не могу сказать опять-таки, что нечего бояться. Есть смысл переживать, но обратиться к профессионалу, который каждый день с этим сталкивается. И мы все постараемся разложить по полочкам и сделать все так, чтобы меньше было переживаний и результат был самый лучший, который может быть в этой ситуации. Игорь Юрьевич, у нас есть телефонный звоночек. Алло, добрый день. Мы слушаем Вас. Здравствуйте. Я бы хотела спросить у доктора. Внуку моему 12 лет. И ему, значит, поставили диагноз клапальный аортальный порог. И предлагают даже оформить инвалидность. Насколько это страшно для нас? Насколько... Я очень переживаю, простите. Я жду. Вам понятен мой вопрос? Совершенно понятен. Спасибо большое за вопрос. Для того, чтобы ответить предметно и профессионально, безусловно, необходимо побывать у нас и сделать эхокардиографию, на которой мы сможем, измерив все показатели функционирования клапана ребенка, сказать, насколько серьезная ситуация. Действительно, проблемы с аортальным клапаном это наиболее широко распространенная патология сердца из числа врожденных. Так называемый двустворчатый аортальный клапан или аортальная биккуспидия встречается по разным данным исследования от 1 до 2% вообще всех живущих на Земле людей. И то, как он себя поведет на протяжении жизни и определит, надо ли его оперировать или нет, надо ли давать инвалидность или нет. Очень часто люди доживают до преклонных лет с двустворчатым аортальным клапаном, при этом рожают детей женщины, занимаются нормальными видами деятельности физической и, если требуется операция, то в преклонных годах. Безусловно, иногда мы тоже вмешиваемся в таких ситуациях, когда мы видим, что клапан и его функция ухудшаются более быстро, чем нам бы того хотелось. Но опять-таки подход стандартный. Мы оценим состояние ребенка вообще. Если его клиническое состояние никаким образом не страдает от того, что у него двустворчатый аортальный клапан, мы не вмешиваемся. Если видим, что ему хуже, даем медикаменты. Если видим, что не справляемся с определенными медикаментами, увеличиваем их дозы. И только тогда, когда все терапевтические методы исчерпаны и мы видим, что ситуация ухудшается, тогда мы рекомендуем то или иное вмешательство. Их тоже может быть много. Задача кардиохирургов и кардиохирургического центра не адаптировать всех пациентов к одной какой-то методике, которая есть. Допустим, овладели одним методом и только его и делают. Наоборот, задача владеть разными методами, владеть ими очень хорошо для того, чтобы каждому конкретному пациенту подобрать комбинацию лечебных методик, оптимальную именно для него. Каждый пациент уникален. Вот в этом наше медицинское искусство и состоит. Ежегодно только в Донецкой области рождается около 400 детей с врожденными пороками сердца. Около 40% из них являются критическими. То есть они умрут на протяжении первого месяца или года жизни, если не оказать им своевременную помощь. Поэтому тем, кто планирует ребенка, обязательно прислушивайтесь к советам доктора. Выполняйте все назначения врача, чтобы родить здорового ребенка. Берегите себя и ваших детей и будьте здоровы!